Подходит к концу четвертая нерабочая неделя в России, и многие жители Саратова говорят, что устали от самоизоляции. Тяжело не только в финансовом плане, но и морально. Несмотря на ужесточение режима вводом пропусков и штрафов, горожане выходят на улицу. По оценке сервиса Яндекса в Саратове уровень самоизоляции всего 2,4 балла. На улице очень много людей. У меня такое ощущение, что в последнее время всем уже все равно стало. Уже многие без масок ходят. Как-то так. Устал. Психически устал. Очень тяжело. В стенках в одних, вот не с кем поговорить, ничего. В окошко смотришь, смотришь, сил нет уже. Хочется поговорить. Для моей семьи изменения только в положительную сторону. Потому что больше времени остается для личной жизни, для семьи, для детей. Есть время заниматься любимыми делами, потому что работаем удаленно из дома. И, соответственно, вторая половина дня вся свободная. По зарплате сильно не коснулось пока. Но это все впереди ввиду того, что часть людей уже отказывается платить за услуги представляемые. И поэтому, я думаю, это коснется в будущих месяцев, когда дохода предприятия будет меньше. И, соответственно, фонд зарплаты может уменьшиться. Ничего не изменился. Как работал, так и работал. А, да нет, уже надоело в доме сидеть. Вот, магазин идет. На месяц это 100% продлится до конца лета. Ну, это вот, до лета. Чтобы до конца лета не продлили. Ну, вот главное, чтобы до конца лет не продлили. И чтобы уже в новом там учебном там году, до кого как, уже все нормально было. И ходили там на занятия прекрасно все. Это уже все устали как-то морально просто, физически сидеть дома. Малый бизнес у меня, депиляция. Только дома сидим и... Потому что нельзя, боимся даже сами заразиться. В основном все вот... Мы, например, идем до магазина и обратно. А многие ходят и гуляют. И если мы не сядем все, как в Китае, то, конечно, нам будет дольше. Штаты раза в два-три стало чище. Народу меньше. Чище стало на улице. Ну, это мусор. Да, естественно. Поток меньше, трафика меньше народу. Ну, с доходом, естественно, что... Даже некорректно говорить. То есть нет практически дохода. Там осталось, вот у меня было там 20-30 магазинов осталось. Там на два-три магазина работают все. Доход практически никакого нет. Ну, надеемся, что выйдем когда-нибудь с этой затяжной пике. Сидеть дома это тоже не есть хорошо без свежего воздуха. На улицу выходить нужно. Вот я, например, знаю, у меня свекровь в Финляндии. Им разрешено гулять по вечерам в местах, где нет скопления людей. И сейчас, вот если правоохранительные органы где-то ходят, вот мне кажется, как бы я поступала бы на их месте, подходить к людям, где вот, ну, видят, они собираются, вот, два, там, три человека. То, что действительно реально опасно. И вот этих людей действительно надо, как бы, призывать к ответственности, штрафовать. Продолжение следует...